Друзья, здравствуйте! С вами Александра Кайгородцева и канал Секреты Загородной Жизни. Сегодня у нас необычный выпуск. Я в гостях и расскажу о изделиях из селекционной и в это вот такие необычные, интересные плетеные деревья. Перед нами полуфабрикаты, то есть деревья уже сплетены, но еще не укоренены, чтобы рано не шли в рост. Укореняются они следующим образом. Такое дерево помещается в горшок с грунтом и обеспечивается постоянная влажность, то есть обильный полив и укореняется и во прекрасном и очень быстром. Как вы видите, изделия очень разные по размеру. Есть небольшие деревца и есть, конечно, уже вот такие вот заметно выше. То есть для любого участка, и для большого, и для маленького, для любой зоны можно найти подходящие деревца. Как я уже говорила, высшая форма может быть любая. То есть это не только классическая вот такая пальма разного размера, но могут быть и вот такие формы в виде бутыли или вот такого вот необычного, интересного дерева с тремя ветвями. Вот это дерево уже укоренилось. Давайте посмотрим на корешки. Вот они не только внутри горшка, но и здесь, где была влага, тоже корешки появились. Здесь стали просыпаться почки. Большая часть из них, конечно, просыпается на макушке. По уходу за такими деревьями первый год абсолютно точно будет просыпаться много как раз вот этих вот почек. Их надо будет ослеплять. То есть мы их просто убираем. И лучше это делать, когда они маленькие. Тогда минимум повреждений на дереве будет. Если давать им отрасти, то потом придется работать уже секатором. Ну а макушку мы будем регулярно стричь, то есть несколько раз за сезон смело стрижем и придаем необходимую форму. Форма на самом деле может быть любая. И круг, и квадрат, ну то есть куб можно сформировать совершенно по-разному. Можно просто отпустить свободное плавание и получить такую пышную такую пальму на макушке. Вот еще одна очень интересная форма. То есть здесь не классическая пальма, а мы получаем настоящее дерево с тремя большими ветками. Тоже формировать можно по-разному. И шары здесь будут хорошо выглядеть. И просто свободная крона. Еще одна очень интересная форма. Назовем ее веретено или бутыль. Обратите внимание, здесь очень необычное плетение. Ну и размерчик, конечно, впечатляет. Будет прекрасным солистом в саду. И классика среди плетеных деревьев пальма. То есть прямой плетеный ствол и макушка, которую можем формировать по собственному желанию. Вот еще несколько форм с необычным плетением. На нашем участке растет несколько таких деревьев. И я хочу ответить на популярный вопрос, который всегда задают, когда выходят ролики с Ивой, что она заполнит все вокруг. Но могу вам сказать, что вот эта Ива, это не та, что растет на болотах. Это все-таки немножко другие сорта. И вот такие деревья, они не дают корневой поросли. Да, почки на самих деревьях появляются, особенно активных в первый год. Но от корней никакой поросли совершенно не идет. Эти деревья прекрасно транспортируются и в спящем состоянии, и с проснувшимися почками, и даже с листьями. И даже если транспортировка затянулась, то в любом случае потом восстанавливается дерево очень-очень быстро. Вот такой необычный ролик у нас с вами получился сегодня. По вопросам приобретения, думаю, что многие заинтересовались. Я обязательно оставлю контакты производителей. Продажа идет как в розницу, так и оптом. То есть можно купить и посадить в своем саду. Можно взять на перепродажу. Ну и в целом, конечно, поделитесь. Хотели бы вы посадить такое дерево в своем саду? И спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Самое главное, присоединяйтесь к нам и на других площадках. Это Дзен, ВКонтакте и Ютуб. Дзен, ВКонтакте и Ютуб.